Продолжение следует... 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 гнев, состояние умиротворения. Можно поменять какие-то другие негативные чувства, а им противоположные. То есть вот это все, оно помогает себя менять. Теперь я хочу дать такое очень забавное упражнение. Оно связано с птицей Горудой. Это упражнение, смесь психологических факторов с духовными факторами. Я бы так сказала. Птица Горуда, это полуптица, получеловек. На ней летает царь птиц, еще ее называют. На ней летает бог Вишну. Тот, который поддерживает или отвечает за то, чтобы творение сохранялось. Жила дальше, развивалась. Вот он летает на этой птице. У каждого божества свои, там какие-то животные или птицы. Но вот мы сейчас будем работать с этой птицей Горудой. Это он? Горуда, это он. Да. У него лицо, как у птицы. Крылья тоже у него есть. Но у него тоже есть и руки, и ноги вроде бы как, все это есть. Вот. Ну, может, что-то там, еще что-то есть, я не знаю. Это дополнительно, но важно то, что это царь. Это царь птицы. Это очень большая, это огромная птица. То есть она отличается специфической мощью. Вот. И то, что сейчас мы будем делать, это, ну, в каком-то смысле похоже даже на какой-нибудь шаманин, или, я не знаю, если бы не духовность, о которой все-таки идет речь. Вот. Ну, я обычно делаю эту вещь, ну, мне-то легко, там, я, допустим, могу себе это позволить. Да? Вот. А как другим людям? Наверное, это делать на коленях придется. Это можно и на коленях, но мне лично удобнее делать, как бы, мне лучше позе лотоса, я привыкла позе лотоса делать. Это упражнение обычно я делаю в конце всех своих асан, которые там я делаю, да? И если я занимаюсь, я иногда занимаюсь под музыку, и под музыку это упражнение очень хорошо идет. Если еще музыка вдохновляет меня. Значит, в чем, в общем-то, суть? Эта птица, она несет Бога. И не просто там Бога на себе она несет. Она даже не просто царь птиц, она вообще Бог птиц, что-нибудь в этом роде. То есть это очень важная птица. Понимаете? Вот. И она совершает некоторого рода движения. То есть это чисто символически, да? Посмотрите, что она делает и что это означает. Вот. Вообще, это можно даже так сказать, что элемент какого-то ритуала, или элемент какого-то танца, или еще как-то это можно назвать. Потому что все имеет какой-то смысл. Вот, допустим, я показываю, что я делаю так какое-то движение. Раз. Я не просто так держу руки. Здесь у меня еще вот как бы мизинец упирается в мизинец, да? Большой палец большой, остальные переплетены. То есть где-то чистообразно, это выглядит так, как будто бы эта птица с хлювом. И эта птица, она сначала летит вверх. И я испытываю это. То есть я лечу вместе с ней очень мощно. И она делает так несколько раз. Раз. Два. Три. И она все, она поднялась уже в вышине где-нибудь там, да? Вверху. Потом она берет и летит уже вперед. Я ей задаю направление. Раз. Два. Три. Ну, к примеру, да? Ну, здесь можно делать так. Можно делать с каким-то разнообразием. Потом я еще раз ей задаю. Чуть-чуть еще она взлетела. А потом она берет и распускает руки в сторону. И она планирует. Понимаете? То есть мы переживаем определенного рода состояния парения этой птицы. Но при этом это парит душа наша. Понимаете? Мы же не птица. Но реально это парение души. Вот. Потом дальше. Я еще делаю несколько раз. Я переживаю точно так полет вверх. Потом я ухожу вперед. И в этот момент я распускаю руки и ухожу, и убираю их назад. И вот это положение, если вы сейчас, скажем так, либо на меня посмотрите, либо сами так переживете, да? Вот голова идет вперед. Грудь раскрыта. Это создаяние задает душе чувство бесстрашия. То есть это фактически мощнейшая птица. Она вообще непобедимая. И она летит вперед. И вообще все по барабану. То есть чувство бесстрашия развивает это упражнение. Первое, да? Решилось. Ага. Даже на встречу смерти. Вообще всему чему угодно. А ей все равно. Она настолько сильная, что она не боится ничего. И когда она так чуть-чуть полетела, она берет и складывает крылья как бы вперед, ну, как бы, голову она пускает вниз и смотрит сверху вниз на землю. И в этой позиции мы переживаем позицию наблюдателя. То есть это очень высокая возбушенная позиция. Мы не имеем никакого отношения к той суете, которая находится внизу. Мы просто летим и просто смотрим на эту землю. Посмотрели? На этом игра закончена. И я опять делаю раз, два, три. Потом вперед. Раз, два, три. Наверх и в стороны. А потом покачались, попланировали. Это все нужно переживать. То есть не на уровне, что тут примитивные движения, да? То есть можно эту планировку еще как-то себе там задать что-то, может быть, еще как-то пошевелить крыльями. Но идеальный вариант для меня просто на одном уровне, вот в такой горизонтальной плоскости, мы как бы так летим, это испытывая. Ну, опять соединяем руки. Вверх. Ну, мне хватает одного раза. Потом вперед. И тут же руки медленно назад. И все, ты выходишь на эту птицу, которая бесстрашная. И набираешь это состояние бесстрашия. То есть в жизни это очень помогает. Вот эта несокрушимость нарабатывается. Испытал, раз, руки вперед и позиционно вгодайся, голова вниз. Все это время птица мчится на большой скорости, да? Да. Она в потоке. Ну, еще раз. Так, чтобы мы запомнили. Раз, два, три. Она летит вверх, да? Потом она пошла вперед. Раз, два, три. Вверх. И расправила крылья. И попланировала. И она наслаждается этими потоками воздушными. Может быть, она видит облака. Может быть, она их не видит. Просто пространство. Потому что она вообще в космосе летит. Понимаете? Она очень большая. Ее место много. А сверху кто-то сидит, да? Нет, нет, не обязательно. Нет, нет, не надо, чтобы сидел. Хотя, конечно, можно пережить и вишну сидящего. Это неплохо. Бога вести на себе. Неплохо. И пошли вверх. И вперед. Руки назад. Ну, конечно, если бы здесь места было побольше, то это очень сильная такая вещь. Все ритмично делать. И вперед. Руки голованые. И остановились. Руки в членом мудром посидели, помедитировали. А это мудро. Пачки посередине. Посередине. Заметьте, что чуть-чуть вы где-то изменились. Вы не просто уже в каше, в кавказе, в маше кто-нибудь. Вы уже чуть-чуть птица. Божественная. Настя, что не Настя. Вообще все эти вещи, когда я начинаю испытывать, ты попадаешь в духовный поток, который подобен опьянению. Потому что очень высокий уровень наслаждающих энергии благодати опускается, и ты просто вот по-другому жизнь восприниматься начинает. Мы работаем вот таким элементарным образом с тобой. Да. Ну хорошо. Повторите еще раз, внимание. Птички. Города. Сейчас гляну. Время полчетвертого, что ли? Полчетвертого, полчетвертого. Полчетвертого, полчетвертого. Значит, смотрите. Сейчас делаем последний перерыв. Ну, скорее всего. Я сейчас веду речь о массаже. То есть это приятнейшая вещь. Когда вы проснулись, и у вас нет времени сделать зарядку, сделайте хотя бы массаж. Я сейчас показываю элементарные вещи, которые можно делать лежа в кровати там даже. То есть нет сил встать. Это для нас. Но вы уже, собравшись с силами, можете начать хоть что-то с собой делать. Итак, мы начинаем с левого мизинца. Короче, мы просто берем. И вот как я начинаю растирать. Допустим, верхнюю часть этого мизинца. Только верхнюю. Перешли в нижнюю. Растираем нижнюю. Мне приходится так вами руководить, потому что вам не видно, да? Теперь вообще его взяли, размяли, как вы только можете его размять. Взяли кончик. Очень хорошо жмите на кончик. То есть вот по бокам его взявши. Вот здесь очень такие активные точки. Мы жмем по бокам. Хорошо. Следующий сверху. Снизу. Ну и так, ускоренным темпом, да? Можно вот еще, знаете, по бокам. Вот эти мунисты любят это делать. Двумя пальцами, указательным и средним. Вот таким образом. Бокобинки очень хорошо. Видите? Вот так вставляется. Вы не правильно делаете. Да. Вот покажите. Покажите, да. Угу, да. То есть вот эти вещи, вот здесь тоже очень много разных точек, поэтому вы это тоже используйте. Следующий палец. Растираем, растираем кончик. Следующий. Ну мы сейчас побыстренько, да? Чтобы просто у вас схема осталась. Продолжение следует.